А что, отключить? Да, можно ее? Он шумит, да? Да. Ага. Родился в Лучкове 5 ноября 1933 года. Из лучковских воспоминаний самое главное было мороженое. Мороженое продавали, знаете, как вот на телеге стоит бак, сидит в белом колпаке ее, этот самый товарищ, и черпачком вначале кладет печенюшку туда, потом мороженое, а потом печенюшку, а потом выдавливает. Получается, за 15 копеек такая сластеная, вот так ее нажимаешь, она выдавливается, а денег-то нет. А где-то надо добывать деньги. Вот и маленький был, и знал, что у мамы маловато денег. А там киоск стоял, газеты, там журналы, книги продавали. Ну вот, ну люди иногда теряли монеты, а здесь, у Лучкова же это болото сплошное, и тротуар деревянный, щели, туда падали. Ну люди же не полезут под тротуар там доставать копеечки. А мы приспособились и туда. А где, а сливка такая, видишь, это же она. Зато нашел копеечку и пошел купил мороженое. А война началась очень просто. Приехали к нам из Ленинграда двоюродные братья. А одному из них было поручено гербарии собрать насекомых. И вот мы ловили насекомых. Это было воскресенье, 22 июня. Жаркий день, где-то до 12 это было. И вдруг в это время звук самолета летит, самолет. А у нас в Леменске был аэродром, и самолеты тренировались, стреляли, даже по таким колбасам за самолетом летит такая штуковина, надутая воздухом по ней стреляют. Часто это было. А здесь звук-то другой. Ну, побежали на стрелочке, как раз вон где речки соединяются в это место. И смотрим, черточка такая большая. Наши самолетики из 16, они маленькие, курноски такие, значит, крутятся, вертятся вокруг этого самолета, стреляют, подбили, загорелся. Выпрыгнули два пилота, на парашютах опускаются. Примерно в 3-4 километрах от нас, вот в ту сторону. Ну, вот. Ну, мужики здесь быстро, охотники с оружиями туда. Ну, вот. И потом несут немца одного, первый день войны оказался здесь самолет немецкий. Вот так вот. Разведка такая у них была. Так, где же у меня эта штука-то? А, вот. Вот. Это космический снимок. Вот деревня Каськова. Вот болото. Вот болото. Вот река. Вот река. И вот промежуточек, через который армия должна проходить. Через болото-то не пойдешь. И вы представляете, войска-то сюда не завели. Всего-то две машины, газ АА, а по машине это 16 человек. Это, считайте, взвод всего-навсего. Плюс танк. И к Каськову подъезжают, а тут немцы. И что еще оказалось? Что у наших солдат нет винтовок. Значит, бой кончился, замерло все. И мы уйдем. А кругом вот эти убитые, раненые стонут. Я, кстати, здесь у меня, да, здесь. Ну, вот. Я подошел к одному, у него пуля насквозь, вот, около ушей прошла. И он живой. Это почти сутки он пролежал, да? Ну, вот, живой стонет. Пить, пить. Вот. А тут идут немцы. Значит, в расстоянии метров 20 друг от друга и пристреливают раненых. Вот этих. Добивают. Вот. Пилотка у этого солдатика валялась около него головы. Я пилотку взял и снял с нее звездочку. И вот эта звездочка, она вот даже великоватая, легковатая почему-то для пилотки, обычно повеньше. А здесь вот такая вот оказалась. Снял звездочку, понравилась мне звездочка. Ну, мне лет-то семь было. Ну, вот. И вот мы, когда подошли к шлагбауму, где-то с собой, руки кверху, я так испугался, руку-то сжал, а вот эти острые концы-то, да там еще эти проволочки эти, которыми крепятся-то, мне в руку, и у меня вот так кровь полилась. Думаю, ну, сейчас увидят. Не, не увидели. Вот. И вот эту хранил я всю войну. А в 44-м году играли в войну мы тут, и я ее потерял на этом огороде. И когда копал, я обнаружил звездочку, которую потерял. Она была у меня без усов уже, и я ее пришивал нитками. Вот. Вот теперь она у меня с собой. Я считаю, в нашей деревне повезло. У нас не было вот этих частей карательных каких-то, не было. У нас были все солдаты старше 60 лет, или они непригодные к военной службе. Они были в работе. Они строили мосты. Пять мостов построили за полтора года. И паромную переправу, и понтонный мост. потому что река сносила эти мосты, которые они вначале построили. река за нас была. Вот. Вот такое, понимаете, вот вы говорите ненавистью. Ну вот, я вам скажу еще такой случай, когда уже совсем никакой ненависти, что называется. под Сталинградом убила брата парни, который жил у нас. Ему было 17 лет, но он не военно, ну как он, забракованный тоже, да? Ну вот, он вместе со стариками вот этими жил, которые у нас жили, которые послили лошадей. И он тоже самое. Ну вот, так вот, он получил сведения о том, что брат погиб под Сталинградом, он так рыдал, он прибежал к моей маме, он уткнулся к ней в грудь и плакал, а она его по головке гладила. Здесь кругом война была. Через нас летали снаряды. Вот наша землянка была, в 20 метрах в воду снаряды один за другим падали. Они хотели по мосту, наверное, стрелять, ну вот, а мазали. Немцы стреляли в обратную сторону, и то же самое, недолет, там, перелет, каждый день это. А наши летчицы эти девушки, они бомбили каждый день. Как только более-менее летная погода, ночь, они по реке ориентировались, река высвечивает, делая, и налетали до мостов. Вот эти мосты, узел-то был такой, и бомбили. Ну вот, немцы закопались в землянки, не стали жить в домах, ну вот, маскировку стали соблюдать, а потом однажды пять зениток поставили, и прожекторов целая куча. Ну вот, но мы ждем, господи, сейчас прилетит, сейчас собьют, ну вот, а он виден, самолет, как они включили, осветили этот самолетик, ну вот, У-2 самолет-то, ну вот, а вот оученные люди были, он выключил мотор, и упал. Они ищут туда-сюда, нет, он улетел. как наши пришли. Значит, мы сидим в землянке, недалеко от дома, на берегу была выкопана землянка. Мы пережидали бой, кругом снаряды эти падали, и и вдруг тишина, и среди этой тишины треск такой, треск. И вот эти женщины догадались, бабы, так это же наши дома горят. И вот мы выскочили, и как раз движется что-то черное такая, масса какая-то. Ну вот, кто неизвестно, и вдруг смотрю, знамя красное, автоматчики по бокам знаменосец, и автоматчики в этих шубах, белых таких шубах, а сзади колонна целая солдатиков. И вот везут там такие лодочки, пулемет Максим там и прочее, и они в деревню везжают криком «Ура!» А мы бежим им навстречу. Как в кино. «Ура!» ТВ» «Ура!» Субтитры создавал DimaTorzok